привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня в очередной раз хочу вернуться к теме физических парадоксов которые обычно возникают там где мы пользуемся какой-либо физической моделью в рамках ее применимости а потом выходим за рамки этой применимости но не отдаем себе отчета в том что мы за них вышли продолжаем пользоваться и приходим к разным странным противоречивым выводам ну и вот когда я учился в школе у моего дяди а он работал инженером институте физики полупроводников новосибирском академгородке была вот такая книжка маковецкий смотри в корень в ней разного рода парадоксов описано предостаточно я очень рекомендую вам ее найти почитать она написана классно с разбором разных мнений и откуда эти мнения возникают ну и в качестве примера и сейчас рассмотрю парадокс начала движения поезда когда по составу который приходит движение пробегает волна ударов очень быстро ну и в задачке требуется скорость которая движется эта волна ударов найти что мы сейчас и сделаем итак пусть у меня на рельсах стоит состав и на него налетает очередной вагон со скоростью в ударяет по-крайнему а длина каждого вагона мы обозначим через z а зазор между буферами вагонов обозначим дельта ну и тогда вагону каждому вместо того чтобы пройти расстояние l плюс дельта достаточно пройти расстояние дельта и скорость во столько раз и возрастает скорость распространения удара вдоль состава это скорость которой наехал первый вагон а здесь стоит дробь l плюс дельта делить на дельта ну и если дельта много меньше чем l то можно дельта в числителе пренебречь и написать что это отношение l к дельта и давайте посмотрим теперь к чему приводит эта теоретическая формула давайте мы сначала возьмем реалистичные данные пусть длина вагона это 10 метров зазор между буферами 5 сантиметров тогда l к дельта это 200 и скорость должна быть в 200 раз больше чем скорость который ударил очередной вагон ну пусть эта скорость который ударил это полметра в секунду тогда в 200 раз больше это 100 метров в секунду и так толчок распространяется вдоль состава со скоростью 100 метров в секунду ну что довольно правдоподобно а теперь поиграемся с нереалистичными данными конечно такими воображаемыми но почему бы им таким не быть пуздина вагона каждого это один километр но это уже конечно наши воображаемые вагоны но почему бы им таким не быть а зазор между буферами это один миллиметр тогда отношение здесь 10 6 миллион и скорость должна в миллион раз вырасти но возьмем скорость километров в секунду многовато конечно но не так и много и тогда у нас получается скорость распространения толчка это 10 в 9 метров в секунду что превосходит скорость света которая равна 3 на 10 8 метров в секунду и спрашивается где же в этих рассуждениях подвох если движений быстрее скорости света быть не может а теперь давайте рассмотрим разные возражения которые против этих рассуждений могут быть выставлены кто-то может сказать что наши данные неправдоподобны не бывает таких вагонов таких зазоров таких скоростей однако сами данные не как не противоречат никаким законам физики поэтому мысленно мы этот опыт рассматривать конечно же можем этот довод отводится кто-нибудь может сказать что ну раз мы получаем такие большие скорости надо было пользоваться формулами релятивистской механики этот довод уже интереснее и тем не менее ну допустим что скорости не такие большие были бы получены в рассуждении скажем там километр в секунду или 100 километров в секунду или 10 тысяч километров в секунду все равно малые по сравнению со скоростью света что скорость 10 тысяч километров в секунду может быть получена в этом опыте или нет теперь есть еще одно возражение кто-нибудь может сказать ну вот вагон ударился 1 2 теперь масса стала в 2 раза больше в 3 раза больше в 4 если присоединяются следующие вагоны но соответственно энергия перераспределяется по этим вагонам и скорость падает ну хорошо но тем не менее мы же можем рассматривать модель в которой вагоны ударяются друг от друга как бильярдные шары останавливаясь после удара вот по такой цепочки вагонов бильярдных шаров может распространяться сигнал с такими скоростями или не может теперь мы рассмотрим еще одно возражение очень интересное оно звучит так вот давайте посмотрим на ножницы которые медленно закрываются а точка реза при этом перемещается вдоль ножниц гораздо быстрее чем закрываются сами ножницы движутся значит лезвие вверх и вниз может быть и здесь с вагонами происходит нечто аналогичное сами вагоны движутся с той скоростью с которой налетел на поезд первый вагон а вот этот сигнал распространяется гораздо быстрее но здесь мы должны теперь выставить свое возражение и сказать что сигнал который распространяется он приводит к тому что с действия оказанное в начале поезда очень быстро передается к концу поезда а такое действие не может передаваться со скоростью больше чем скорость света так что этот довод тоже отодвигается а теперь рассмотрев все эти доводы мы можем перейти и к реальному доводу а он состоит в том что когда первый вагон ударяет по второму задний конец второго вагона приходит в движение не мгновенно но лишь после того как по вагону пробежит волна сокращение и расширение обычная звуковая волна и тем самым вдоль самого вагона сигнал не может передаваться быстрее чем распространяется звук в металле но эта скорость составляет несколько километров в секунду поэтому и вдоль состава как бы близко не стояли друг другу вагоны то хоть они были бы соединены друг с другом без зазоров будет бежать волна со скоростью звука в металле и не быстрее это есть реальное решение этой задачи и разрешение парадокса все дело в том что в начале мы рассматривали такие размеры вагонов и зазоров и скорость налетающего вагона которые не приводили к прогрессальным результатам ну чего там у нас было 100 метров в секунду 100 метров в секунду это мало по сравнению с 5 километрами в секунду да модель работала но как только мы стали увеличивать размеры вагонов уменьшать зазоры увеличивать скорость на из налетающего вагона мы в какой-то момент перешли границу применимости нашей первоначальной модели с недеформируемым вагонами за этой границей пренебрегать деформации вагонов уже оказалось невозможно а теперь наш традиционный конечный вопрос и в когда я перерезаю лист бумаги с помощью ножниц я передаю информацию и передаю энергию от своих рук к точке разреза спрашивается чем тогда ограничена скорость такого разреза ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе